Здравствуйте, дорогие слушатели канала «Бурят Монгол Архетен». Сегодня, как и мы обещали, темой нашего разговора будет экономика будущей Бурятии. Игорь Пронькинов, член нашего движения и один из основателей «Бурят Монгольской партии», расскажет о своем видении по этому вопросу. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Оксана. Наша тема в прошлый раз была объявлена. Обычно, когда говорят о независимости Бурятии, свободной независимости Бурятии, как правило, чаще всего возникают вопросы чисто экономические. Как правило, возражающие говорят, что Бурятия не сможет самостоятельно существовать, не хватит там денег, не хватит там того, не хватит всего и так далее. Поэтому вопросы экономики очень важны, чтобы люди понимали, что у нас есть свои представления о том, как будет развиваться экономика республики, свободной независимой республики. Что мы, по меньшей мере, об этом думаем и что у нас какие-то соответствующие планы на этот счет. Я сегодня хотел рассказать о небольшой части экономики, потому что само по себе экономика – это очень такой большой и сложный вопрос. За один разговор, за одну передачу невозможно все это осветить. Начинать надо, конечно, с энергетики, потому что очевидно, что энергетика на сегодняшний день при нашей цивилизации является основой любой экономики. Ну, опять же, известно, что у нас в Бурятии на сегодняшний день достаточно высокие тарифы на электроэнергию. Ну, по сравнению, например, чем там в Иркутске, например, в Иркутской области. Здесь для того, чтобы… Я вначале, когда на эту тему хотел разговаривать, я хотел думать, что если там какие-то выпишу, там с интернета найду, то еще что-то. Но потом подумал, что это ни к чему, потому что это от того, какие-то цифры будут, мало кто что поймет. Загружать лишний раз разговор какими-то цифрами я не захотел. Поэтому не думайте, что это я, то, что я буду говорить, оно как бы ничем не подкреплено. Все эти цифры есть в интернете, все это можно найти достаточно легко, желающие всегда могут найти. Ну, перво-наперво, я должен сказать, что я сам был удивлен, когда начал знакомиться с этой ситуацией. Оказывается, Бурятия, как известно, Бурятия генерирует энергию. То есть у нас есть предприятия, производящие электроэнергию. Прежде всего, это Восемозевская грязь. Кроме того, у нас существует в городе Оландо ТЭЦ-1. Ну, там еще есть небольшие ТЭЦ, которые там, по-моему, в других городах, ну, там они не сильно большие и там особо там не влияют на общую генерацию. Так вот, когда я эту тему начал изучать, оказалось, я был поражен тем, что оказалось, что Бурятия, оказывается, производит, генерирует энергию 97-98% от потребностей. Да, ну, люди, как бы, я посмотрел там, ну, ничего себе, почти 100% мы энергии производим столько, сколько потребляем. Думаю, откуда же тогда эти вопросы возникают? Оказалось, это связано с тем, что, ну, на эту тему мало кто говорит, только специалисты это знают, по большому счету. Мне кажется, проблема состоит в том, что потребление электроэнергии, оно в течение суток неравномерное. Существует так называемый максимум потребления энергии, электроэнергии, такое небольшое увеличение потребления, это утром, да, по утрам, когда вот люди встают, собираются на работу, там, учебное заведение, еще что-то, там, встают, там, чай кипятят, там, еще что-то, завтрак готовят, там, подобное, да, свет включают. И тогда потребление электроэнергии возрастает, ну, там, в несколько раз, два-три раза может возникнуть, увеличится потребление электроэнергии. Вот, ну, самый большой пик потребления, это вечером, конечно, когда люди приходят с работы, начинают уже готовить, там, себе ужин, включают, там, телевизор, включают еще что-то, включают освещение и тому подобное, да, а тогда потребление электроэнергии может возрасти, ну, по сравнению с тем, что, допустим, потребляется днем, оно возрастает, ну, в разы, да, причем, там, чуть ли не в десятки раз. Вот, и как раз вот за счет вот этого пика в это время, да, когда идет пик потребления, наша генерация не справляется. То есть у нас в Бурятии начинается дефицит электроэнергии, вот, и мы именно в эти часы вынуждены эту электроэнергию покупать на рынке, да, на свободном рынке электроэнергии. И в эти часы самая дорогая электроэнергия, потому что самый пик потребления и самая дорогая электроэнергия. Но для того, чтобы меньше покупать в эти часы, мы вынуждены генерацию поддерживать больше потребностей, которые идут, вот, как бы, в период между пиками. Здесь надо сказать, разъяснить такой момент. У нас в Бурятии вся генерация электроэнергии производится на тепловых электростанциях. Вот эти ТЭЦ, да, ТЭЦ-1, допустим, да, и ГРЭС, это тепловые электростанции получают электроэнергию из угля. Уголь сгорает, там воду нагревает, там получается пар крутит турбин. Так вот, эта генерация, она отличается тем, что вот эти турбины, они очень скоростные, да, то есть очень большие, большое количество оборотов крутится турбина. Там, чем выше скорость вращения, тем выше КПД, да, коэффициент полезного действия на этой турбины. И там очень большие скорости, там, ну, десятки, тысячи оборотов в минуту, да, там даже десятки, ну, я точно не помню, ну, в общем, короче, тысячи оборотов. А так как турбина очень большая, они ее разгоняют очень долго. В несколько дней, там, 3-4 дня, а может быть даже больше, эта турбина разгоняется. И то же самое, когда нужно ее остановить, то же самое, значит, эту турбину в несколько дней останавливать, чтобы вот эти лопатки там турбины не пострадали, там этот ротор не разрушился. Так вот, получается так, что у нас в течение дня потребление меняется резко, а вот турбина тепловой электростанции, она не может резко остановиться, уменьшить ее производство электроэнергии, там, или, наоборот, риску увеличится. Вот. Ну, в Иркутской области, например, это решается за счет гидроэлектростанции. Вот гидроэлектростанция, она чем отличается от тепловой электростанции? Тем, что у нее турбины, они малооборотистые, потому что там крутит вода, и там очень легко можно регулировать количество электроэнергии, производимой гидроэлектростанцией. Там заслонку закрывает, количество воды уменьшается, ну, количество выработанной электроэнергии уменьшается. Надо увеличить, заслонку поднимать, и там достаточно легко регулируется заслонка, заслонка регулируется подача воды, больше воды, больше генерации, больше мощность, меньше воды, значит, меньше генерации, меньше мощности. Так вот, Иркутская область, энергетическая система Иркутской области, она в этом смысле сбалансированная. Почему у них и себестоимость электроэнергии низкая? Потому что у них в период, в промежуточный, когда самое минимум потребление идет, они фактически в этот момент в гидроэлектростанции не работают. Вся мощность идет с тепловых электростанций. В Иркутской области тоже очень много тепловых электростанций, вот этих ГРЭС. Вот, а когда начинаются пики потребления энергии, когда энергии становится необходимо больше обычного, тогда подключаются гидроэлектростанции, открываются эти заслонки, и эти генераторы гидроэлектростанции, значит, начинают работать, начинают дополнительную электроэнергию производить. Вот, поэтому у них вот эта энергетическая система в Иркутской области, она сбалансирована, и поэтому в связи с этим у них себестоимость самая низкая. Мы же вынуждены, вот, в период этих вот максимум потребления электроэнергии, вынуждены эту электроэнергию покупать на рынке, короче, на рынке электроэнергии. Вот, поэтому и получается, что на сегодняшний день, я вот был очень сильно удивлен, когда узнал, что вот это наш Гостинозерский ГРЭС, это плановое убыточное предприятие. То есть, в силу того, что в период минимума потребления они производят энергию, которая никому не нужна, фактически, да, они ее за бесцену продают на рынке, вот, у них, получается, затраты очень большие, на киловатт выработанной электроэнергии, и у них цена, по которой они вынуждены продавать электроэнергию, она тоже государственно регулируется, и вот эта цена электроэнергии, которую они продают, она не покрывает их затраты. И у них там выпадающие доходы, получается, и вот это Гостинозерское ГРЭС наше, это плановое убыточное предприятие. Ну, то же самое, фактически, можно сказать, и про ТЭЦ-1. То есть, в силу того, что они работают не в оптимальном режиме, вот, у них себестоимость высокая, и стоимость электроэнергии у нас высокая, вот, и поэтому первое, что нам нужно сделать, это вот сбалансировать энергосистему. Ну, кстати говоря, такая ситуация возникает не только у нас, такая же ситуация в Забайкальском крае. У них нет генерации гидроэлектростанции, да, у них тоже есть большая ГРЭС в Ясногорске, ну, практически такая, как вот Гостинозерское ГРЭС, но такая же ГРЭС у них в Ясногорске есть, ну, и такая же ТЭЦ в самой Чите. И такая же ситуация у нас в Монголии. В Монголии тоже нет гидроэлектростанции, и поэтому во времена, в период вот этих пикопотреблений, а, к сожалению, у нас получается так, что мы вот все рядом находимся, рядом живем, наши пики потребления, они практически совпадают. Вот, что в Ланде, в Ланбаттере, что в Чите, ну, в Чите там один час разница, а этот пик, он длится где-то часа три, вот. Поэтому в этот момент у нас одномоментно у всех дефицит от электроэнергии возникает. И поэтому мы даже большие объемы электроэнергии вынуждены покупать в Иркутской области. Почему в свое время вот эти скандалы-то и были с Монголией? Когда Монголия объявила в своих планах строительство гидроэлектростанции на Селинге, на притоках Селинге, там несколько проектов было. Вот, и, ну, было же такое подозрение большое, что это может нанести вред Байкалу. Во-первых, там, ну, как бы, ну, вообще не буду я в подробности входить, там, да, почему, ну, вред Байкалу, из-за этого эти проекты тормознули. Но Монголия в этом смысле, Монголия в этом смысле правильно себя вела, в том плане, что им нужно срочно где-то вот найти такую генерацию гидроэлектростанции, чтобы покрыть вот эти пики. Вот, они хотели, пытались сделать свою, сбалансировать свою энергосистему, вот, и снизить себестоимость, да, и не зависит от поставок электроэнергии из России. Там получается такая ситуация, что в советское время они же брали тоже энергию из России, из Советского Союза, из России, да, и, ну, там, как бы, другие были немножко подходы, то есть в период, когда были вот эти минимумы потребления энергии, у них вот в Монголии вырабатывалось много лишней электроэнергии, и эта электроэнергия поступала в энергосистему Советского Союза. А в период, когда пики потребления энергии, они, естественно, брали, вот, электроэнергию брали из Советского Союза. И в то время, чисто из политических таких соображений, там было, как говорится, сколько киловатт электроэнергии они дали, столько они и получали. Вот, а в наше время РАОС, она на такие условия не идет. Они говорят, что мы покупаем у вас, берем электроэнергию в период, когда энергия фактически, ну, никому не нужна, да, Тармавай, она очень дешевая энергия, а покупаете у нас, берете электроэнергию в тот момент, когда энергия очень дорогая. И вот эта разница в цене, вот эту разницу в цене, они вот в монгольской стороне все время предъявляют, да, и сейчас предъявляют. До сих пор этот вопрос до конца не урегулированный, вот из-за этого проблемы возникают. Вот, и здесь, наверное, надо, как бы, уместно пару слов сказать и по поводу вот возобновляемых видов электроэнергии, да, это прежде всего вот... Солнечная. Солнечные, солнечные батареи, да, и ветрогенераторы. Ну, честно говоря, я очень скептически к этому отношусь. Почему? Потому что, во-первых, что солнечная энергия, что ветровая, они нестабильные источники. То есть, может, там, когда тучи на небе, там генерация энергии очень сильно падает, очень сильно падает. А ветер тоже у нас непостоянный, то дует, то не дует. У нас, к сожалению, в целом по России, и вот в Бурятии, в частности, да, у нас нету таких поставленных дующих сильных ветров. То есть, у нас ветра в Бурятии, они находятся где-то в самом нижнем сегменте скорости ветра, который вот используется вот ветрогенерацией, да. Вот. То есть, у нас там где-то, может быть, далеко в горах, где-то, где перевалы, там, может, и дуют такие ветра. А в целом по Бурятии у нас нету таких вот постоянно дующих ветров. Вот. И что касается солнечной энергии, у нас, во-первых, в зимнее время эти солнечные батареи снегом покроются. У нас очень пыльная республика, да, пыль. Много бывает эти вот, ну, солнечные батареи пылью засыпают, вот, и они вдобавок, что-то, по-моему, вот этот песок, он это царапает поверхность этих солнечных батарей. Вот. То есть, и это раз, и самое главное, вот особенно солнечные батареи, они производят электроэнергию в дневное время, раз, когда минимум потребления электроэнергии. В дневное время этой личной энергии, она не нужна. То есть, к сожалению, сейчас вот человечество пока не может электроэнергию хранить долго, ее надо сразу потреблять, да. Строительство там каких-то там аккумулирующих там гидроэлектростанций, это очень такой дорогой удовольствие, не везде это возможно. Вот. И это, во-первых. Во-вторых, даже вот то, что сейчас вот делаются, ну, скажем так, большие-большие аккумуляторы, да. Они, во-первых, очень дорогие, во-вторых, они сами по себе дорогие, потом дорогое обслуживание, то есть это тоже не выгодно. Поэтому получается так, что нам в Бурятии необходимо вот гидроэлектростанции. И надо сказать, что у нас есть, у нас существует проект в Бурятии, вернее, ну, как бы не то, чтобы существует, а с давних пор существует проект для республики Бурятии. Вот. У нас на севере республики, где течет Витим, есть место, где давным-давно было предложено построить гидроэлектростанцию, так называемую Новская ГЭС, там гаскад из трех плотин, и общая мощность где-то должна быть у них где-то в два с половиной раза больше, чем у Иркутской ГЭС. Вот. Иркутская ГЭС и мощность этой электростанции, она покрывает все потребности, во-первых, Гурятии, Забайкальского края и Монголии даже. Причем там, это место, чем хорошо, во-первых, оно не входит в водосбор Байкала, потому что Витим попадает в Лену, а Лена потом в Бридовитый океан попадает, да, это раз. Во-вторых, там ландшафт местности такой, что Витим течет в таком, ну, можно сказать, в ущелье, вот, и там большой площади водохранилища не требуется. Вот если вот Братская ГЭС, когда строилась, там затапливались деревни, там какие-то там пашни и так далее, и так далее, потому что она же в равнине находится, и большое зеркало водохранилища, очень много сельхозугодий было затоплено и так далее. А то там, где Новская ГЭС планировалась, там вот ущелье, и там нету, во-первых, никто и не живет, там нету никаких населенных фондов и так далее, и сельхозугодий нету. В этом смысле, как бы, минимальный такой вред наносится, и сама по себе, сами по себе плотины, они не сильно большие, имеются по протяженности, там, по площади и так далее. Так вот, я еще раз говорю, что строительство этой Новской ГЭС, там, каскада ГЭС, там три плотины должны были строиться. Проект этот был задуман еще в 70-е годы. В 70-е годы, но в советское время почему-то он по разным причинам не был реализован. В 80-е годы даже где-то фигурировало, что это строящийся ГЭС, да, в планах, хотя там нет молковышка, что называется, незабильника. И с тех пор, вот, почти что каждое десятилетие, вот, опять вспоминали об этой ГЭС, вот, но каждый раз не находились деньги. В постсоветское время тоже неоднократно вопрос об этой, ну, о строительстве Новской ГЭС заходил, но, насколько я понял, в постсоветское время таких объемных строек в России вообще не было. То есть ни одной ГЭС не построили, ни одно такое крупное предприятие не построили. В какой-то степени, наверное, может быть, это тоже какая-то форма была геноцида в отношении Бурятии, такой экономического геноцида, да. Ну, не считали нужным строить. Держали нас, да, в бедности умышленно. Вот поэтому здесь еще надо сказать, что вот этот каскад, этот Новский ГЭС чем еще интересен, там недалеко от этого ГЭС расположены достаточно большие запасы месторождения меди и бокситов. Бокситы – это сырье для производства алюминия. Вот. А производство алюминия и производство меди, оно требует очень большого количества электроэнергии. Вот недаром уже в Иркутской области там существует Братский алюминиевый завод, там Шелиховский алюминиевый завод, там электроэнергия дешевая, и поэтому там построили. Поэтому там имеет прямой смысл построить как раз вот заводы по производству алюминия и по производству меди. Вот в Монболе, например, да, вот этот комбинат, который производит медный концентрат в Орденетии, он на сегодняшний день дает где-то 40% поступлений в бюджет. То есть доставить такое предприятие, которое обеспечивает, на 40% обеспечивает бюджет Монголии, будем так говорить. Поэтому строительство такого предприятия, допустим, добывающего, медного добывающего предприятия, тоже очень сильно бы помогло бюджету республики. Ну и, естественно, и производство алюминия тоже. Потому что потребление алюминия и меди в мире в целом постоянно растет, потому что это материалы, которые очень широко используются в энергетике, в электронике, в автомобилестроении, в судостроении. Практически вся техника у нас сейчас задействована на эти два металла. Медь и алюминий очень широко применяется. Поэтому там, как говорится, Совмог велел строить вот эти предприятия. Ну, там, кроме того, конечно, там есть проекты по электрификации БАМа, потому что сразу там себестоимость перевозок сразу резко упала бы. Поэтому вот этот проект строительства ГРЭС и строительство вот этих предприятий по производству, они как бы согласуются, они друг друга поддерживают. Это очень выгодные. Здесь надо сказать, что когда речь шла о строительстве ГРЭС в Монголии, например, там были, они нашли инвесторов, нашли там деньги, там они, по-моему, в Сетемирду банк обращались, там и японцы, по-моему, там участвовали и так далее. То есть монгольская сторона, они очень хорошо эту тему изучили, у них есть все контакты необходимые, даже были предварительные, там у них, по-моему, проектные работы выполнены. То есть я хочу следующее сказать, что в свободно-независимом Бурятии имеет прямой смысл взять в партнеры монгольскую сторону для осуществления этого проекта. Ну, каскады гидроинтерстанций. То есть 50 на 50 или там 50-1 на 49, расписать с монгольской стороной этот проект, чтобы они могли, чтобы они привлекли финансирование. Да, как заинтересованная сторона. Да, как заинтересованная, и чтобы они там привлекли строителей, проектировщиков и так далее. Вот, и имели бы 50% доходов от этой ГЭС. То есть мы, я так подозреваю, что самостоятельно это вряд ли сможем сделать, потому что у нас на сегодняшний день и вот сразу после обретения недависимости не будет соответствующих специалистов, контактов и так далее. А этот проект надо делать сразу. Более того, я думаю, что сейчас уже можно вести какие-то переговоры с монгольской стороной, сказать, что вот у нас есть такой проект, есть такое видение ситуации, что вот мы хотели бы, чтобы как только Бурятия получит независимость, сразу начались работы по проектированию, по финансированию этого проекта. Я думаю, что монгольскую сторону это должно очень сильно заинтересовать, потому что мы же как бы сотрудничество с Монголией, естественно, будем вести, да, и здесь важно не только получать что-то от них, да, но и что-то им давать, да. Конечно, и мы будем, конечно, более надежным партнером для них, чем современная Россия. Вот этот проект, который, во-первых, я и говорю, что он выгоден с точки зрения энергетики, то есть мы получим сбалансированную энергосистему, можем вообще не брать электроэнергию, допустим, от Иркутска, да, ну, когда вот это все дело запустится, это раз. Во-вторых, это приведет к снижению цены на электроэнергию. Вот мы сможем спокойно вот это все свои потребности покрывать, вот сами. Ну и вот сотрудничество на международном уровне тоже это. Это не говоря уже о тех предприятиях, которые вот по производству алюминия и меди, которые мы можем сделать. Ну, там еще есть производство полиметаллов, но там вот это вот Холодненское, по-моему, нет, ну, какое-то Холодненское, по-моему, месторождение под Северо-Байкальском. Ну, там есть какие-то, мне кажется, вопросы, потому что там как раз это входит в центральную экологическую зону, да. Там есть вопросы у меня во всяком случае, насколько там все с точки зрения экологии все оправдано. А вот это вот то, что там на Викитиме, оно безопасно для Байкала 100%. Вот, тем более, что если привлекать международных специалистов к этим вопросам, я думаю, что там все вопросы по экологии тоже можно нормально проконтролировать. Конечно, технология все время улучшается, да. Да, технология сейчас постоянно развивается, поэтому вот строительство вот этой каскады ГЭС – это очень выгодно для Брятий. То есть это дает, во-первых, очень много рабочих мест, да, причем рабочих мест таких долгосрочных, вот. Во-вторых, это приводит к развитию БАМа, вот этой территории вокруг БАМа. Ну, то есть последствий очень много. Да, это удешевляется вообще все бизнесы и услуги, к тому же. Да, то есть в этом случае мы можем уже говорить, что наше предприятие, ну, вообще наша экономика Бурятия, да, она получит, как бы, такой дополнительный плюс, ну, в развитии, да, ну, и бюджет, естественно, получит. Вот. Ну, если мы говорим об энергетике в дальнейшем, то, конечно, здесь обязательно надо сказать про газификацию, да, в республике. То, что у нас нету газа, как бы, это уже тоже так известная такая вещь, которую я там уже на всех углах говорим. Тем более, что самое большое, такое крупное месторождение газа, все выхтинское месторождение, это фактически на бурятских землях. Это, получается, западной стороны Байкала, там от Байкала не очень далеко находится это месторождение. К сожалению, опять же, получилось так, что вот этот газопровод, который сейчас устроят всего Сибири, она минует республику Бурятия, проходит стороной. Здесь надо сказать, что в свое время, в 90-х годах, Шабхаев Сергей Герасимович очень много положил усилий к тому, чтобы не допустить строительство, ну, запретить строительство газопроводов, нефтепроводов по южной части Байкала, да, по южной конечности. Вот. И я считаю, что это было правильно сделано, абсолютно правильно. Почему? Потому что, если бы этого закона не было, ну, неизвестно, что бы там настроить, потому что мы прекрасно знаем, как в России что-то строить. Но в свободно-независимой Бурятии мы можем к этому вопросу вернуться опять. Вопрос с привлечением международных специалистов, которые, ну, самые передовые технологии используют, самое там, как говорится, ну, что мы знаем, наши предприятия российские, они нарушают всю дорогу, постоянно нарушают экологические требования. Вот. Ну, и сколько там разворуется еще, походу, с коррупцией, с нашей, конечно. Поэтому здесь, в свободно-независимой Бурятии мы имеем возможность. Контролировать. А все-таки его проконтролировать, да, чтобы не разворовали, привлечь сюда международные компании, чтобы они обеспечили безопасность и не только строительства, но и эксплуатации. И я думаю, что строительство газопровода через, вот, южную, конечно, Байкала, там, ну, сейчас конкретно трассу я не могу сказать, конечно, специалисты пускай разбираются. Но вот через Тункинскую долину, потом через, вот, Закаминский, там, Женинский район, и куда-то там, в сторону Монголии, это очень выгодный проект тоже газопровода, потому что, во-первых, это позволит нам перевести всю генерацию тепловых электростанций, перевести с угля на газ. Потому что, ну, сейчас огромное количество вот этих твердых веществ, ну, там, дыма, пыли, сажи, там, золы выбрасываются в атмосферу, да, это тоже, как бы, в голуби не улучшает нас. Ну, мы видим, вот, в Ланде, наверное, там, постоянно зимой, там, эти, ну, клубы дыма, наверное, такими тэрсами. Да, уровень заболеваемости очень растет. Да, все это влияет, да. Вот, конечно, там, когда на газ переходим, производство уже СО2, оно, как бы, все равно остается, да, но зато нету всяких вот этих вот, этих мелких частиц, да, которые тоже очень вредны, канцерогены и тому подобное. Я примерно считал, что, в общем, короче говоря, при переходе на газ, себестоимость электроэнергии, она практически такая же остается. Там даже выигрыш идет за счет того, что уголь же надо транспортировать. Это надо уголь привезти, там, машинами возят, там, поездами возят, потом, значит, вот этот оставшийся шлак, вот это залу их тоже надо выгребать куда-то, тоже утилизировать, тоже целая проблема. Вот, с учетом всех этих факторов, перевод на газ, вот, выгоден во всех отношениях, да, то есть это не нужно ничего с углем возиться, это по трубам пришло, сгорело, в атмосферу улетело и все на это. Но, во-вторых, это позволяет газифицировать не только, допустим, гусенозерский ГРЭС, но и газифицировать уландэнский ТЭЦ, примерно, что ТЭЦ-2, что ТЭЦ-1, вот, и это приведет в целом к снижению себестоимости в городе, потому что там это все-таки для производства тепловой электроэнергии, вот, ну, теплоснажение в домах, да, там, значит, выигрыш все равно будет. Ну, естественно, атмосфера. Ну, и позволяет перевести на газ вот все вот мелкие котельные, которых в Улан-Ды очень много, да, там где-то их там 20 или 30 даже этих котельных. Ну, и частично можно перевести на газ, перевести частный сектор, например, или там дома газифицировать, подать газу дома. Вот, то есть сама по себе газификация, она очень выгодна для республики во всех отношениях, с точки зрения экономики, чистой экономики, с точки зрения экологии тоже выгодна, да. Вот, ну, и мы могли бы, как территория транзитная, да, тоже какие-то там получать свои, какие-то там деньги за транзит этого газа, да, в Монголии. В Монголии тоже такие же проблемы, как в Бурятии, да, там даже вопросы вот этого смога, да, загазованность атмосферы, особенно в зимнее время, она намного острее стоит, чем даже у Улан-Ды, потому что город побольше. Но при этом они же, несмотря на то, что у них те же проблемы, у них во время пандемии они как-то обеспечили бесплатным электричеством для населения. Ну, да, они... Вопрос организации, да. У них электроэнергия в Монголии по цене ниже, чем в Бурятии, да. Но там, мне кажется, в первую очередь за счет того, что государство берет на себя часть оплаты вот этих, электроэнергию, а во-вторых, у них, по всей видимости, вот эти сетевые компании, они более жестко контролируют с чем у нас в России. То есть, там же как делится, ну, два вида предприятий. Предприятия, которые генерируют электроэнергию, и предприятия, которые сетевые, которые электроэнергии доставляют, да, вот эти лэпы, да, высококовольтный лэп. На сегодняшний день в России почему-то их разделили. Раньше, в советское время, это было одно предприятие, они и генерировали, они и транспортировали. А сейчас вот эти сетевые организации, они отдельно. Естественно, они вот все себе стоимость свою туда в цену включают, и насколько-то все будет обоснованно, сказать очень сложно, да. То есть, как бы, там, мне кажется, не всегда обоснованы эти цены бывают, и так далее. Поэтому тоже там есть какой-то, мне кажется, резерв по экономии, по тому, чтобы снизить цену. Ну, это уже, ну, у нас, допустим, по ТКК-14, да, вот, за тепло мы платим, где предприятие находится в Чите. Да, да. Тарифы идут в ПИИ. Даже Ржо тоже рассказывал об этом. Преконтролировать все это дело, не проверить. Был же вот скандал, по-моему, уже около 10 лет назад, по-моему, или даже больше. А там один какой-то менеджер, вот, ТК-14 в Чите, да, взял, завысил расценки. А официально, значит, они, у них расценки были ниже. И вот он эту разницу себе прислалил. Он, вот эту, в результате, он украл что-то там, я не помню, ну, там десятки миллиардов рублей. Ну, понятно. Сумма где-то 90 миллиардов, что ли, рублей была сумма. И, кстати говоря, он эти, с этими деньгами скрылся, его так и не нашли. Он сейчас, где-нибудь, в Береке живет, где-нибудь там, где-нибудь там, в Бразилии, там, еще где-нибудь там, может, в Мексике, где-нибудь. В Панаме. Да. Вот. Поэтому, это тоже, как бы, для нас тоже непонятная ситуация, когда, ну, отдаем, неизвестно кому. Ну, то же самое касательно, вот этих вот, угольных предприятий нашей в республике, да, мы знаем, что, вот, принадлежит, там, каким-то олигархам. Платят они в бюджет, не платят они в бюджет, совершенно непонятно. Кто нас знает, сами там себе, там, яхты покупают, океанские, там, еще что-то делают, да, но я с этого ничего не имею. Ну, вот, скандал тоже с этими, вот, полиметаллическими месторождениями, которые, по-моему, холодненькие, там, вот эти, когда решался вопрос о разрешении, вот этих вот, строительство этих, добывающих предприятий, они сразу сказали, вот мы рабочие места создадим, вот мы то-сего, пятое-десятое, потом, когда началось это дело, дело запустилось, они попросили каникулы, вот эти, налоговые, да, там, на 10 или 15 лет, то есть, в течение там 10-15 лет не будут платить налоги, пока тут предприятия строятся, да, потом выяснилось, что они никого из местного населения на работу не берут, да, у них там властовики, работают со всей Россией, начали выяснять, оказалось, что там столько нарушений экологических, что они местного населения боятся брать, потому что, ну, местные могут возмутиться, сказать, это властовикам без разницы, да, эти все нарушения, они могут, ну, закрыть на это глаза, а наше местное, они могут там, вот, от них информацию в институте на сторону, вот, да, и получается, что вот эти предприятия добывающие работают, местные там работать не могут, да, там непонятно, что с экологией, и плюс еще и налоги не платят, да, то есть мы с этого вообще ничего не имеем, конечно, совершенно недопустимые, вот, вот примерно, вот в таком ключе, мне кажется, мы должны, вот, буквально, после обретения независимости, после получения свободы, вот эти вопросы, в области энергетики, должны, конечно, сразу начать разрабатывать, сразу начать разрабатывать, искать каких-то партнеров западных, и так далее, потому что, я еще раз говорю, совершенно всем очевидно, что энергетика, это базис экономики, что и для граждан, для простых жителей, тоже очень важно это строить, но вот мы же знаем, что в некоторых случаях, вот, допустим, в Иркутской области, они сельского населения, допустим, или даже городского, отапливаются с электрометкой, то есть им они посчитали, посмотрели, дрова дорогие, уголь дорогой, дешевле, электроэнергия отапливается, но, во-первых, это дешевле и безопаснее, в многих случаях, мы знаем, что там пожары бывают, когда гулем там топят, или дровами, да, вот, тем более, что сейчас дрова в Бурятии очень дорогие стали, ну, очень дорогие, я вот в частном доме жил, и, вначале, пил дровами, потом на уголь перешел, ну, дрова все равно покупали, ну, это, каждый год, цены росли, 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 сейчас вообще, там, бетонные цены стали, наверное, на лес. Примерно вот таким вот образом, кратненько, я бы хотел сказать, по энергетике, у нас есть перспективы, очень хорошие перспективы, потому что, не у всех есть возможность строительства таких вот объектов, как, вот, гидроэлектростанция, да, не во всех территориях, здесь у нас очень такие благоприятные условия, то, у нас есть партнеры, заинтересованные в этих, да, в этом строительстве, я имею в виду монгольскую сторону, да, у которых там все уже связи установлены, все это, то есть, очень можно быстро все это реанимировать, привлечь их, вот, и, то есть, это дает нам очень большие такие перспективы, такой, очень такой, скажем так, надежду на оптимизм, на оптимизм, да, то есть, что мы можем все-таки на достаточно короткие сроки вот это все сделать, вот, и привести нашу энергетику, вот такое балансированное состояние, вот, заложить такое основу нашей экономики. Ну, сегодня мы другие вопросы экономики больше поднимать не будем, наверное, отдельно там поговорить по сельскому хозяйству, к примеру, там, по промышленности, по другим отраслям экономики. Я бы хотел бы, наверное, в следующий раз, вот, когда мы будем встречаться, опять записывать, вернуться к тому вопросу, который мы до этого, ну, так вот так, немножко касались, краем, поговорить, ну, например, скажем, об образовании, да, то есть, это сфера очень интересная, и я считаю, что она даже важнее, чем экономика, то есть экономические вопросы, они так или иначе будут решаться, а вот с образованием очень есть, как бы, серьезные проблемы, в том плане, что сегодняшнее системное образование, которое есть в России, оно совершенно никого не устраивает, ни учителей, ни родителей, ни детей, вот, система воспитания и образования, это очень-очень важная часть. Да, я абсолютно с вами согласна, да, это такой вопрос, который на долгую перспективу очень важен, если экономика, это, это прям сегодняшняя, да, вопрос нужды сегодняшней, конечно же, это такой животропищащий вопрос, который волнует всех, и у многих страхи, связанные с независимостью, они именно на этом основе, как мы проживем, и потом еще так же встает вопрос, вот национальный вопрос, что-то там, как мы будем решать проблемами, русских убурят, это абсолютно надуманная проблема, потому что мы хотим строить лучшую жизнь для всех жителей республики, и если люди поймут, будут просвещены в вопросах экономики, люди будут знать, какими ресурсами обладаем, какой потенциал, и что дадим людям понимание, что у нас есть какой-то четкий план, и что будет хорошо, эти вопросы тоже все снимаются, потому что если люди будут жить лучше, ну, какие-то идеологические вопросы у них встают на второе место, я считаю, что главное людям дать уверенность в завтрашнем дне, а все остальные вопросы, они для них второстепенно. Наша задача сейчас проинформировать просто население, что есть такие планы, есть такие возможности, потому что, как правило, простое население, они как бы не в курсе таких вещей, короче, понятно, что все это очень важно, вот, поэтому, конечно, экономика, она еще раз такая, очень обширная такая вещь, вот, не будем повторяться, вот, поэтому давайте, у меня есть такое предложение, вот мы сегодня такое, у нас кратенькое, такое небольшое, такое обсуждение, предлагаю в следующий раз поговорить по образованию, вот, может быть, заранее какие-то вопросы будут, у кого-то, да, мы могли бы на вопросы поотвечить, ну, как бы, заранее все вопросы будут, мы бы могли бы ответить, вот, но меня, я еще раз говорю, меня очень это беспокоит, этот вопрос, как мы будем все это дело совершать, потому что, мне кажется, что это более масштабная тема, даже, чем экономика, вот, потому что экономистов много, как бы, а вот, людей, бывающие проблемные образования, недостаточно, там, у нас сегодня уделяется внимание, и финансирование всегда по остаточному принципу было образование, и относились к этому всегда, так и сейчас относятся, как второстепенные отрасли, вот, поэтому, давайте в следующий раз, вот, я предлагаю, по меньшей мере, вот, по образованию поговорить. Спасибо большое, было очень интересно и познавательно, действительно, пора нам уже становиться субъектом, разбираться в этих вопросах, избавляться от этого, такой ментальности, что мы вообще не знаем, что у нас, чем располагаем, и кто распоряжается нашими ресурсами, и как. ВРТ, до следующей встречи. ВРТ, до следующей встречи. Затем, у нас утром ВРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин